Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где каждый день мы постим большое количество аналитического контента. К повестке экономического календаря. Сегодня несколько релизов, на которые мы обязаны обратить внимание, поскольку следим прежде всего за фундаментальным фоном. Это данные по инфляции в Англии, которые выйдут в 10.00 по московскому времени. После вчерашних отчетов по рынку труда рост инфляции более чем логичен, поскольку одним из основных катализаторов повышения индекса потребительских цен является рост зарплат, что мы вчера и увидели. Рост инфляции для английской экономики это еще очень важный индикатор для трейдеров и спекулянтов следить за позицией британского регулятора по процентной ставке. Мы знаем то, что Банк Англии уже фактически созрел к этому решению, которое предполагает рост ключевой ставки еще на 0,25%. Причем это решение может быть принято уже на ближайшем заседании, которое состоится в первых числах февраля. Также сегодня в 17.15 по московскому времени состоится выступление Бэйли, которое будет логичным продолжением того, что мы увидим по отчетам рынка труда и инфляции. И если опять же расчеты тех, кто следит за фунтом, покупая его, кажутся верными, то Бэйли сегодня как раз и будет говорить, друзья, о перспективах повышения процентной ставки. Сейчас пара фунт-доллар котируется на отметке 1.3605, сохраняет потенциал роста и в случае жесткой риторики Бэйли этот рост может быть реализован уже до конца текущей торговой сессии. Напоминаю, что по мнению многих инвестбанков пару фунт-доллар можно смело покупать до отметки 1.38 или даже 1.40. Еще один отчет, на который стоит обратить внимание, это тоже отчет по инфляции, только уже по канадской экономике. Мы давно не обращали внимания и не следили за парой доллар-канадец, которая сейчас топчется рядом с таким психологическим уровнем поддержки 1.25. И ранее пара доллар-канадец показала мощное нисходящее движение, потеряла почти 400 пунктов буквально за последние три недели. Конечно же, основная поддержка для канадца пришла со стороны восстановления цен на нефть. Мы сейчас коснем все этой темы, но многолетние максимумы это по рынку нефти, то, о чем говорят сейчас практически все. Рынок нефти, локальные слабости доллара. Но у канадца есть еще один триггер роста. Это то давление, которое сейчас оказывается на канадский регулятор в связи с ростом инфляции. Два месяца назад, то есть по итогам ноября, индекс потребительских цен в Канаде достиг максимального значения за 20 лет, это коснулся уровня 4,7%. Сегодня, друзья, мы увидим с вами цифры по итогам декабря. И по мнению многих, и меня в том числе, индекс потребительских цен выйдет на новые максимумы, может достичь 4,9%, а то и даже 5%. Соответственно, для Банка Канады, который обдумывает также решение повысить процентную ставку, рост инфляции будет весомым аргументом, чтобы сделать это на заседание, которое состоится на следующей неделе, в тот же самый день, когда мы будем анализировать заседание и итоги заседания американского регулятора. Поэтому пара доллар-канадец сейчас в котировке 1,25. При сценарии, реализации сценарии того, что инфляция сегодня растет, и мы получаем больше подтверждений того, что на следующей неделе ставка в Канаде также будет повышена, пара доллар-канадец отправится на тест уровня 1,24-1,27-3. Что касается рынка нефти, 88,39. Бренд – это 7-летние максимумы. Время, WTI – это максимум уже за 8 лет. В общем, рост продолжается, и это все следствие возросших геополитических рисков в связи с инцидентами в Ближнем Востоке. Напомню, что йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку, используя дроны нефтяных объектов Объединенных Арабских Эмиратов. И каждый раз, когда мы говорим о такого рода событиях на Ближнем Востоке, это априори не только нами, но и всеми, кто следит за новостями, возвращает на рынок опасения за потенциальные перебои поставок и тот дефицит предложения, который может в итоге образоваться, реализоваться, если инцидент не удаст погасить в кратчайшие сроки, учитывая, что Объединенные Арабские Эмираты входят в топ-10 крупнейших производителей нефти в мире. Сейчас эта ситуация не имеет какого-то продолжения. Я надеюсь, что, как и в случае с прочими форс-мажорами, которые имели место быть на Ближнем Востоке, собственно, быстро появляются и быстро сходят на нет. По рынку нефти я очень хочу поймать коррекцию, друзья, потому что понимаю, что прежде чем рынок соберется, возможно, на те цели, которые отметили эксперты Goldman Sachs, 100 долларов за баррель до конца этого года, 110 долларов уже первого квартала 2023 года. Прежде чем рынок отправится на такие уровни, если он вообще туда отправится, должна быть коррекция. Поэтому сегодня я основу подтягиваю уровень отложки селл-стоп до отметки 87.50. И рассчитываю, что если все-таки коллекционная динамика последует, мы увидим мощное снижение бренда Intel Beauty и уж точность текущих уровней. Эта коррекция может быть масштабом там и в 10% далеко вообще. По остальным активам европейской валюты против доллара 1.1330. Все самые важные отчеты еще впереди. Это данные по инфляции в четверг. То есть посмотрим на реальный показатель инксопотребительских цен. И уже в пятницу, когда будет выступать Лагард, послушаем, что думает ЕЦБ. Будет ли он все-таки менять, корректировав денежную кредитную политику, потому что от того, как изменится вектор в будущем, будет зависеть, собственно, дальнейшая динамика европейской валюты. По фунту только что сказал, в принципе, в начале своего выступления, что потенциал роста сохраняется. Биткоин снижаемся 41 773. Ждем уверенного теста поддержки 40 000. Что касается американского доллара, индекс американской валюты 95 65. Индекс доллара трогать не будем. До январьского заседания ФРС, буквально в следующий день взяли, уже там по итогам будет ясно. Но у нас есть доллар иена, который мы покупаем. 114 32 сейчас котировки. Очень важное заседание Банка Японии накануне, в ходе которого японский регулятор подтвердил, что инфляционные риски остаются сбалансированными. Поэтому он не видит какой-то потребности сейчас корректировать политику. На контрасте с Федрезервом это как раз и база для роста пары на средне-долгосрочную перспективу. И золото, в котором настроение меняется буквально каждый день, друзья. Мы смотрим на индекс рыночных настроений. Сейчас ранее превалировали тотальные продажи. Мы в связи с этим решили, что золото будет расти. Сейчас индекс рыночных настроений сбалансирован. Но это еще не сигнал, чтобы оставить на снижение этого инструмента. Я рекомендую пока что держать ланги и следить за дальнейшим развитием событий. Смотрим за долларом. Я думаю, что к концу недели ситуация прояснится. И с потенциалом сохраняющимся мы сможем реализовать цель роста в районе 1840 и выше. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошая торговая сессия. Всем пока!